Всем привет! Мы группа Космонавтов Нет. Сегодня мы на стороне FM, поем и общаемся для вас. Нам один год. Выпустили 53 альбома. Меня зовут Феликс Бондарев. Мне нравится играть в группе Космонавтов Нет. Я вообще с Германом устроился силохранителем для Коли, и я не понимаю, как так получилось. Он сказал, блин, мне нужно, чтобы вы поиграли что-нибудь. Мне очень скучно. Мы продолжили свой путь силохранителей, но уже в более такой семейной обстановке. Пишем песни теперь. Записали 53 альбома. Альбом 1 плюс 1. Это наш новый альбом наш. Все вы слушаете. Очень хороший альбом. Очень хорошие песни. Очень хорошие ребята там играют в группе. Медуза. Я думал, они там что-то там, видите, как оппозиционеры. О них к музыке тоже отношения имеют. Ну, простите, пожалуйста, Медузу, что мы не затронули политические темы в своих как бы песнях. Мы в следующий раз обязательно справимся. Напишем альбом, который будет называться Медуза. Ну, я уже счастлив, что наш альбом дошел до морей, и под водой нас слушают рыбки. Класс. Обожаю. Хейт. Вот не услышали даже хейта. Объективная критика. Дело в том, что когда мы начали такой свой творческий путь, мы очень хотели, чтобы нас хейсили, чтобы был какой-то баланс, чтобы было и хорошее, и не очень. И мы очень-очень ждали. И спасибо, что хоть кто-то это пишет. А всем, кто не согласен, не рекомендую послушать песню «Шахматы». Она как раз об этом. Ну, вообще, типа, я считаю, что хиты — это всё хрень. А если у тебя хитовый альбом или хитовая песня, то всё, типа, ты плохой музыкант. Я вот так считаю. Потому что это плюс узнаваемость на улице тебя задалбливают, плюс эти постоянные концерты, которые тебя тоже задалбливают. Поэтому мы наслаждаемся пока тем, что у нас есть. У нас есть свой сквад определенный, и нам там комфортно, по кайфу. Я пишу музыку, но, к сожалению, в альбом ещё ничего не вошло ни в один. Это как-то такая двоякая ситуация. Хорошо, что у нас есть Глеб, как бы, потому что он автор как раз-таки самых вот знаменитых песен, таких как «Корочь», «Снегом». Это я отобрал паспорта у них, и вообще пишу песни я. Они мне по гроб жизни должны. Я не только пишу альбомы, я ещё и рисую обложки. Фотошоп открываю, закидываю туда. Компьютер включаешь. Это уже понятно. Да, я, типа, просто в 2D закидываю логотип, нажимаю тиснение, и вот так вот несколько раз тиснение сделал, выбрал синий, потом блики выбрал, ну и так вот много раз потыкал, и получился альбом. А потом я надпись сделал, как на современных выставках, вот так вот маленько написано по-русски, по-корейски, и для слепых. Вот так вот. Ну у нас есть песня про это как бы относительно того, куда мы движемся и вообще, что происходит с музыкальной индустрией в России. Называется «Девол смерти». Вот там мы приблизительно рассказываем свои взгляды. Жанр будущего — это metalcore, он возродится из пепла и станет гореть в сентябре. Да. Он смешается, получается, с тикток-музыкой и будет очень интересной коллаборацией. Что считаешь, Глеб? Да, я считаю, что это так и будет. Но только нужно туда добавить немножечко рэпа. Немножечко рэпа. Ну, я думаю, рэп умрет. Типа завтра. В 17. 47. 47. 37. 38. И еще, Глеб, скажи, пожалуйста, чего ты посоветуешь послушать? Какие песни? Не группы космонавтов нет. Сложный вопрос. Думай над этим вопросом. Сейчас к тебе вернусь. Из русского? Не из русского. Я просто скажу, что я слушаю последние дни. Да. Три песни. Три песни. Давай. «Поджигай свой дом». Группа «Пикчи»? Окей. Наши друзья хорошие очень. Какой-то проекционный вопрос. Больше ничего не вспомнил, да? Ну ничего, значит, будем слушать одну песню группу «Пикчи». Ну я добавлю тоже наших замечательных друзей. Песня «Айсберг» у группы «Папин Олимпост» с нового альбома. Она вообще классная. Вот. «Айсберг». Ну, это из русского. А так, я бы советую послушать вам хорошую музыку какую-нибудь. Я в последнее время слушаю «Cool and the Gang». Вот песни конкретно, если я хочу. «Фанки Став» называется. «Фанки Став» «Cool and the Gang». И еще одну сейчас скажу. Сейчас у меня там была какая-то интересная, недавно я добавлял. А, ладно, посоветую АТЛ. АТЛ, «Планета железяка» песня называется, первый альбом. Классная песня. Три песни. Я могу тоже посоветовать послушать «Вивальди» «Времена года». Ну, типа, да. Все четыре. Ну, лучше вот лето послушать. В каком порядке? Слушайте «Времена года» «Вивальди». Я думаю, можно начать с того времени, в котором ты находишься прямо сейчас. Ты же знал то, что он вообще, когда был жив, он писал свои вот эти вот темы, там, «Времена года», вся тема. Но получал деньги за оперы свои. Типа, он делал оперы. Но я могу соврать, потому что мне могли кто-то соврать. Но, скорее всего, так и было. Он делал оперы, продавал эти оперы, ставил там оперы. И потом он умер, и все это забылось. И через примерно 100-150 лет это где-то откуда-то досталось. «Вивальди» признали после смерти? Ну, конкретно вот эти вот «Времена года» и конкретно его вот эти вот оркестровые темы. Почему-то оперы «Вивальди» я не помню. Хотя я проходил. Вот именно, это парадокс, это проблема. Поэтому вдруг «Песню шахты» признают через 150 лет. Будут включать на виниле. Так же очень много, типа, проблемы. Моцарт умер. Я могу тоже соврать, но, скорее всего, у Ван Гога, типа, при жизни он продал только одну свою картину. Прикинь, а сейчас сколько стоит его картина? А это если я тоже, кстати, могу соврать, раз уж вы начали об этом. Вечер обман. Он же то ли вот Ван Гог, то ли Пикассо, или кто из них? Они приблизительно, нет, там ни в одной есть? Не помню, но... Они, типа, были очень рисов... Ну, то есть он умел рисовать и пейзажи, и все очень, типа, правдоподобно. Это если углубляться... Это традиция называется, как бы, ну, типа, традиция. Типа, традицию он знал отлично, но, тем не менее, он все равно выбрал, короче, такую движуху, и что он вот так выражал свое его видение. Типа, тот же самый квадрат Малевича, который был. Типа, почему именно вот черный квадрат? Это же не просто так, он такой в какой-то момент пришел и сказал, ну-ка, нарисуй черным и придумаю к нему какую-то тему. Там, типа, все глубже было, потому что они, типа, знали азы, знали, вот, типа, что по факту, типа, что в их времени было стандартно. Очень подготовленные были ребята. И потом просто взяли и накрутили поинтереснее. Ну, черный квадрат это стеб? Нет, это не стеб. Это философская глубокая вещь. Это вообще не стеб. Ты прикинь, он, типа, взял эту выставку, сделал и поставил ее вместо иконки в углу. Ты знаешь, какой жест очень плохой? Вместо иконы поставить в углу в то время. Ну, типа, в красный угол, да? В православное время. Да, я понял. Там черный квадрат. Вообще. Это заставляет задуматься. Это вообще. Ты просто начинаешь думать, вот этот тип был. Вот это Казимир дает. Нет, ты никогда не был подкован в этой теме в плане, там, изобразительного искусства. Но я считаю нашу группу не музыкальной группой. Я считаю нашу группу художников. Мы команда единоличников. Мы рисуем песни. Единомышленников, точнее. Единоличников, что-то это так сезучит. Мы рисуем картины в песне. Причем «Дьявол смерти» был написан кровью. Да. Это была великая песня. Великая песня. Написана великими людьми. В великое время. Карантин. Я считаю... Подожди, я задам тебе этот вопрос. Давай. Что за вопрос ты мне хочешь задать, Коля? Мат и нецензурная лексика в вашей жизни. В песнях и в своей жизни. Разделяете ли вы это? И какие самые три любимых слова, которые вы используете в жизни? Ну и в песнях. Ну, то есть, я думаю, все с этим очень тесно, на самом деле, связаны. С матом. И вообще, находясь в такой прекрасной стране, разговаривая на таком замечательном языке, сложно отрицать то, что это важная какая-то часть. Я не знаю, вот если заметили, я сейчас постарался вообще, да, мат, я, по-моему, еще ни одного матерного слова не сказал, потому что я посмотрел последние какие-то там, не интервью, а, в общем, мне не понравилось там некоторые моменты, я звучал как быдло, я не хочу звучать как быдло. Поэтому мат, это классно, если его грамотно использовать, красиво, вот когда вот он украшает именно и подчеркивает. Любимые слова матерные. Пока подумай. У тебя такой же вопрос. Это очень странный вопрос. Отвечай. А я пока подумаю над любимыми матерными словами. Люблю материться. Хорошая позиция. Разделяю. Тебе вопрос. Ладно, давай пожмем. Не знаю, какие слова сказать, но я думаю... Говори три буквы. Замечательные слова. Лучше на свете. Мы подвязали. Ура. Значит, это второе отличное слово, которое можно описать. Это же универсальное слово, правильно? То есть его можно использовать как для описания чего-то плохого, так и для чего-то великолепного, шикарнейшего. И, наверное, слово ***. Слово ***. Ну вот это наше все. Вот эти три слова, это прям самые классные. Про мат я тоже хочу чуть-чуть сказать. Конечно, Николай. Поговорите. Разрешаете? Естественно. Матные слова. Что-то не хочу. Все, я забыл. Что я хотел сказать? Я что-то там про барьер хотел сказать. Что-то там поколение. Но я что-то это не сформулировал, поэтому следующий вопрос. Вот мне, кстати, вот про твои барьеры как раз таки. Вот у меня просто, не знаю, как у тебя, у тебя же тоже родственники есть, как у всех. Вот тебе ни разу не прилетало, типа тебе ни разу не говорили, что это почему вы материтесь в песнях. Вот у меня есть одна ортодоксальная тетя моя. И она вот все время, она говорит, вот зачем, вот Герман можно было вот без этого и вот лучше бы было. Наверное, скорее всего, это нужно было. Ну, типа... Стоп, все, ты должен был остановиться на слове. Ну вот, и поэтому, то есть... Что, есть что-нибудь подбросить в котел обсуждения по поводу матов? Знаешь, ограниченные, люди ограничивают тебя, не надо быть ограниченным. Надо нормально... Мне наоборот говорили, что да, это... Давайте, ребята, продолжайте. Не знаю, меня все поддерживают в плане музыки, да, и в плане... Все семьи, мы собираемся. Да, аккуратненько просим. Тебя поддерживают тоже. А вот те музыканты, которые так специально делают, вот пусть в их жизни их правда, вот будет именно такая. Пусть они думают то, что если они вставляют мат, значит, кому-то это нужно. Минутка софистики. Типа восприятие важнее правды. Если они так воспринимают, так пусть и будет в их жизни. С другой стороны, заставляет задуматься о том, что за сердечко такое, к которому добраться можно исключительно матерным словом. И когда ты материшься, он для тебя действует как обезболивающее. То есть ты ударился мизинцем, да, об угол, и такая... И да, ученые проводили определенные тесты, где каким-то образом... Просто интересно, как тэш выглядел. Подожди, договори. Это выясняли, что это действует как обезболивающее. И может быть, когда ты материшься просто там в жизни, если что-то слушаешь, это тоже эмоции, это выражение определенных эмоций, и они действуют на тебя определенным, а тебе плохо, тебе тогда там души... Эмоциональный разряд. И ты слышишь, да, какие-то в песнях такие крики души с тем же матерными словами, и может, становится легче. Ты как-то переживаешь это, переживаешь это через песню. Ты отдаешь, что ты слушаешь, но это происходит какой-то обмен. Обмен энергии ты и отдаешь, и принимаешь. Поэтому матерные слова в наших песнях, они, я считаю, вот примерно так действуют. Они... такой энергетический обмен с дозой обезболивающего. Хорошо сказал, Глеб. Я вообще не знаю такого исполнителя. Кто? Я знаю. Да, кто? Это кто? Что он делает? Ну, он говорит, это я. Он из среднего века такой с булавой. Средневековый, да, пацан? С булавой. Моргенштерн, это палка, над ней вот цепь, на цепи шар металлический, из него эти шипы. Все, я понял, о чем ты. А при чем тут музыка? Хорошо звучит. А, все хорошо. Лучшее обезболивающее. По голове. Ух. А, у нас есть статическая популярность. Ты ведешь ее сам? Да? У меня список. А, просто. Окей, и кто там? На каком месте? Ну, там ты. А нас там нет вообще с Глебом. Там только один ты. Как бы, да, ну, список популярных нужно людей. Как бы, они просто типов каких. В общем, я перестал практически сидеть вконтакте. Вот, что я могу за себя сказать. Не знаю, потому что у меня что-то непонятное стало. Либо мне там надо порядок навести, там, не знаю, людей каких-то почистить, не почистить. Потому что я просто не понимаю вообще, что там происходит. Я захожу и вижу. И такой, я не понимаю, я не знаю этих людей. Я вообще не понимаю. Потому что, ну, в один момент я начал просто всех забавить за друзьев, кто забавлялся. И теперь я перестал контактами пользоваться вообще. Хорошо личность не украли мы. Такое тоже случается. Вот. Телегой в основном пользуется для переписки именно вот с какими-то там близкими конкретно людьми, которые знают мой номер телефона. В институте сижу там. Ну, там тоже весело. Но сижу не по многу. А так вообще у меня частенько такое бывает, что я себе беру дней на пять, иногда неделями целыми практически. Ну, вообще, то есть я отдыхаю от любых вообще социальных сетей. То есть я захожу, ну, только чисто там у нас есть определенные рабочие чаты. То есть если какие-то вопросы важные надо решить. То есть мы на связи там или между там с собой, кто там самый близкий. Вот. А так, ну, то есть не сторис не укладываю, не смотрю ничего. Я просто, ну, то есть мне легче посидеть там в игрушке поиграть в компьютерные или... Стоя на грамме на телефоне кучу игр. А, ну на телефоне? Я бы играл на компьютере, если ты постоянно в нем не сидел. Там Red Dead Redemption вышла на компы. Вы знаете, чем чревато? Что ли я буду? Я первый раз это слышу. Ты сейчас это просто на всю страну FM заявил. На всю страну FM заявил. А я не знал этого. Сказал бы мне на ушко. Только скажи мне на ушко. Ты же там делами занимаешься, не хочу развлекать, когда ты занят работой. Ну да. Я тоже займусь работой. Телеграм для важных переписок и для обмены файлами и данными. Замутяло, Клеб, интересно. У тебя как будто сейчас вылетела такая строка в гугле. Пользовался скайпом, давали интервью тоже одно. Ну, канал, который тоже здесь нельзя назвать. Не будем тогда называть. В Instagram захожу, выкладываю всякие сторизы интересные. А может, они интересные. И еще часто веду группу «Космонавтов нет», которая в Инстаграме. Потому что очень много пишут, очень много выкладывают, отмечают. Это очень приятно, очень классно. Люди все молодцы. То, что я вижу, часто делюсь со всеми остальными, кто, допустим, не увидел или пропустил. Да, вот это очень важно, очень важно. Глеб занимается очень важным делом. Think about it. Серьезно, серьезно. Да, могу рассказать тайные послания для группы прямиком с «Космоса». Каждая... Какой-нибудь, вспомнишь какую-нибудь одну? Отрывы, кольфей. Слушай, то, что пишут, пишут, я не знаю, может, как-то боязненно. Но совершенно противоположно этому делают сторизы. Например, есть такие, что боишься выкладывать, иначе, я не знаю, могут заблочить. Но это очень-очень эффектно. Когда, например, воду за сотку в большой компании пропевают, и это звучит уже как тост у людей. Когда я начал чекать сториз, которые отвечают исключительно под эту песню, под другие, ничего. Я такой, ну, я считаю, типа, это есть доля успеха, то, что есть песни для попойку людей теперь. Очень разные тематические, то есть человеку грустно, он сделал, послушал песню, там, да, что-то записал, поделился это с нами, поделился своим настроением, да, той же энергией, там, через видео. Хорошо, весело ему, есть следующая песня, хочет тон-тон, там, туз устроить, еще одна песня, выпить с друзьями, следующая песня. То есть очень-очень-очень все разнообразно. И нравится, что люди, ну, видят, чувствуют это и делятся с нами. Мы это смотрим, видим, мы... Так можно уже воды поменьше лить, давай. Все, давай, я буду ее пить, я буду ее пить, а то они подо мной уже целые лужи. Если присылают, то, видимо, Клеб один их видел, потому что мы с коряном ничего не знаем. Ну, то есть, он же ведет группу. У него там, возможно, уже там винчестер есть отдельный внешний, на котором все это там хранится, который он нам не дает. Винчестер порно запрещено Российской Федерации. Дело в том, что ты не знаешь, сколько лет человеку, который тебе может что-то присылать. И это все остается, знаешь, как мимолетное видение. У Глеба в глазах встроена мозаика, которая мозаит, если что, изображение, сразу же. Это позволяет ему, ну, игнорировать закон. Не знаю, у меня ограничитель стоит на 15 минут, каждый день я его отменяю. Вот такое у меня, да. Традиционный контроль, самоконтроль на вашем уровне. Да, я думаю, по этому вопросу я вот исчерпан. Не знаю, что еще сказать. Я обращение к тиктокерам, к вам, ко всем. Подождите, стоп, если что. Это не обсуждаемая тема, типа, с нами, поэтому, если что, то он сейчас выбросит. Сорян, это он сам выбросил. Мы, может быть, даже не считаем. Стоп, все, говори. Хватит лезть к нам в рэп. Все, это все вопрос. Ну и все, ну ладно. Ты думал, я там сейчас буду говорить? Я думал, типа, фу, там, или еще что-нибудь, ну ладно. Я знаю, что тикток ху-ни-ху, я в нем регистрировался, я пытался в нем сидеть, что-то даже попытался сделать. Но чтобы делать какие-то вещи в тиктоке, я думаю, нужно отказаться от всего другого, не только от социальных сетей, наверное, от какой-то своей, наверное, части жизни и посвящать тиктоку. Я не знаю, либо мы не доросли лично, я, может, не дорос, либо перерос. Я пока, может быть, к этому придем каким-то образом. Но это, как я не знаю, новый такой вот этот мирочек. Но ты просто не готов быстренько выпрыгнуть в ту степь. Я помню, вот в школе, в школе, вот, например, я занимался иногда перед школой, да, в которую не ходил, и после бесполезными такими вещами, как заходил там в контакт, и играл, да, какое-то время был период, там были приложения игры, я туда заходил и собирал какие-то кристаллики там, и я такой, господи, я такой, чем я занимался? Вот, к примеру, на тиктоке для меня вот то же самое. Да, я знаю, там есть, там есть очень много, я слышал это, есть много очень замечательного контента, да. Я на плейдер согласен, на плейдер. Можно чему-то там поучиться, но если ты хочешь что-то изучить конкретно, ну вот возьми, открой и конкретно это изучи, потому что пока ты будешь, ну, в тиктоке, я не знаю, это как-то вот очень много информации, летит, летит, летит. Так, вода у тебя, понимаешь, там, где ее? Протечка, протечка. Трубы, трубы. Так вот, завершай, завершай свое. Поэтому что в тиктоке? Мы есть в тиктоке, был вопрос, почему у вас нет в тиктоке? Мы есть в тиктоке, да? У нас там пять, наверное, подписчиков, я не заходил туда, наверное, месяц, могу прямо сейчас дойти и посмотреть. Значит, если там что-то, значит, нас нет там, все, значит, нас там нет, если, типа, ты там не следишь. Ну, вообще-то и группы космонавтов тоже нет. Понятно, тикток, типа, все, типа, стопудово, он есть в нашей жизни, стопудово. По поводу музыкантов, я считаю то, что эти люди, многие люди ошибочно считают, типа, ой, да они там, что-то там, да-да-да-да-да-да. Но, во-первых, типа, они очень дают хорошую пощечину вот тем засидевшимся пердунам, которые сидят и такие, ну, вот я напишу песню, выложу ее там во все площадки и буду ждать, когда мне это. А эти пацаны сделали песню, еще миллиард этих всех действий, которые для того, чтобы продвинуть эту песню. Вот я считаю то, что нам не хватает такого. Я бы, вот, наверное, задумывался над тем, как продвигать музыку, потому что, типа, сейчас большая, типа, тема в том, что продаешь музыку, покупает музыку. Сделал просто музыку, ну, типа, значит, ты просто ее сделал. Начинай ее тогда продавать, продвигать. А по поводу самого ТикТока, типа, много раз говорили, типа, фразу, которую я тоже еще раз скажу, типа, потреблять жвачку для мозгов, типа, не вредно. Потреблять только жвачку для мозгов губительно. Все. Это вот обычная фраза, которая, я думаю, типа, исчерпывает вообще все. Я солидарен с ребятами, на самом деле. Я тоже пытался несколько раз, на самом деле, залететь, типа, в ТикТок, что-то делать, но пока что вот я как будто сам все изменяю, когда я это, типа, делаю. Мне сложно, то есть я так пока что не могу. Это синдром такой. Ты левой рукой берите. Синдром, типа, вот он примерно так и будет скоро называться. Синдром Германа. Нет, ну просто, типа, у многих такая, типа, тема. Ты не один такой, ты не один такой, у вас таких много. Все будет хорошо. Помолимся же, братья. Ну и тут еще вопрос тонкий, на самом деле, типа, чем именно производство контента от производства какого-то уже продукта приближенного. Но это все, это все тоже. К более высокому. К более высокому. Это то же самое, что вот это, типа, ой, поколение старшее, младшее, типа, здесь в новом поколении принято делиться. Я никак не отрицаю, типа, глупо игнорировать и говорить о том, что этого нет. Тут же просто новые правила, типа, мы или вы жили по другим правилам, типа, когда это мое, это вот я сделал, это вот мое, не трожьте, это мое. А здесь, это я сделал, разбирай, наоборот, наделай, да, забирай. В общем, от нас респект всем тем, кто в ТикТоке там нормально двигается. Пацаны, девчонки, мы с вами, короче, вы молодцы. Я могу дать респект, потому что рэп, потому что в рэп не надо лезть, все. Нет, типа, как музыкальной составляющей, это вообще отдельный вопрос, типа, отдельная тема обсуждения, поэтому... Это все вкусовщина, понимаете, в любом случае. Те чуваки, которые начинают там, у них уже много, типа, просмотров. Фишка не в том, сколько у тебя там просмотров и какая у тебя музыка. Качество музыки растет по-другому вообще спектру, типа, а качество продаваемости контента и вот этого всего, типа, просмотров, это вообще растет по-другому, типа, поэтому... Разные вещи. Может, чувак, который делает очень плохо и записал телефон на телефон, свою первую песню, заработать миллион, его будут звать Давидсей Фулой, наш братанчик. А некоторые люди могут на студиях в Швейцарии там сводить и записывать это все, и у них будет 30 тысяч просмотров на его посте, вот там, в ВК. Типа, все это вообще разные вещи. Это все тонкий, да, философский вопрос, зависящий от точки зрения. Восприятие важнее правды. Вот мы так воспринимаем и без разницы, правда это или нет, вот мы так считаем. Все вообще относительно, если ты считаешь, что тебе нужно учиться, нужно развиваться, типа, ведь мы постоянно учимся, типа, забить на то, что, типа, школа, типа, она там вообще другое дает, мы по-другому вообще пути идем, типа, всегда, типа, развиваться, типа, ну, типа, образование, все дела, тупые слова, тупые слова. Тот пример, допустим, того вот мальчика, это то же самое, что ютуберы образца 2010 плюс-минус, а, типа, просто, а в этой сфере, типа, просто есть кому-то повезет, кому-то не повезет, кто-то вырвется, кто-то не вырвется, ну, понятно, типа, не просто из-за везения там еще, потому что он, как бы, Дань Милохин спал на кровати там, где спал Шатунов, поэтому все объяснимо. Все, объясни его, постельным бельем. Да, образование, ну, образование, образование, нужно как минимум научиться... Читать и писать. Нет, конкретно для барабанщика, скажи, что нужно делать конкретно для барабанщика. Считай до четырех, это максимум. Желательно до восьми. А то мало ли, шесть восьмых. Совет для барабанщика? Да, ну, типа, вот там смотрит тебя барабанщик. Нет, типа, смотри, минимальный список скиллов, которые должны меньше барабанщиком быть, которые должен получить, вот, типа, образование. Чувак, типа, сейчас такой, блин, хочу стать барабанщиком. Вот скажи ему, какие-то плюсы, там, вот это вот, или минусы, или что нужно делать? Вот стопудово три вещей, которые, типа, нужно делать, типа, каждый день, чтобы, типа, через два дня стать барабанщиком. Ну, я все секреты раскрывать не буду. Сейчас пишу об этом книгу, поэтому, если хотите, какие-то эксклюзивы услышать, можете приходить на мои семинары, вебинары, вебинары, мастер-классы, да, брать билеты, собираться в аудитории и слушать прекрасные лекции, вебинары. Поэтому пишите, звоните, не, лучше не звоните, пишите. Молодец. Коучер. Что-нибудь скажешь? Пара образования? Конечно. Человек с каким образованием? Ну, по-любому нужно, я еще дополню, я еще дополню. Дим, скажи, блядь, чшшш, думай тогда. Я сейчас дополню, потому что в любом случае нужно учить образование и учиться. Это разные такие вообще слова и понятия. Вот после... Да, у тебя же образование кого? У меня? Ну, у тебя же там что-то много было всяких разных. А, образование аристократа. То есть никакого? У меня это просто максимум аристократичность. Аристократичность. Для того, чтобы просто сделать в мозгах связи нейронные, чтобы ты мог вообще жить потом. Потому что они же разрушаются со временем, вот эти все связи, а их нужно создать и укрепить. Вот как раз школа дает это, потому что там заставляют думать. Когда ты думаешь над примером, ты их создаешь. Вот и все. Тебе не может быть и не понадобится этот пример никогда в жизни. И вот это уравнение. Но там тебя учат запоминать. Тренировка мозга. Да, ты тренируешься, и потом тебе просто легче жить в этом мире. Все. А я что могу добавить от себя? Ну, я думаю, не стоит обсуждать, допустим, тот вопрос, который Глеб сейчас затрагивал. Ну, то есть нужно ли детям образование? Это понятно, что это для каких-то социальных каких-то процессов связи, чтобы ребенок рос в социуме, взаимодействовал в команде, умел работать и прочее. Это все понятно. Тут если вопрос конкретно про образование, стоит его получать уже в более таком сознательном возрасте. Потому что на собственном примере, могу сказать, я проучился сколько? 11 классов я проучился. Потом я два года отучился в педагогическом на учителя литературы. И мне было абсолютно неинтересно там учиться. То есть я думал, что мне будет интересно. Я думал, что я пойду, что вот мне это как-то близко. Но мне не было интересного, меня не могли заинтересовать педагоги никак, потому что мне было там скучно. И после этого всего я пошел в колледж, где там всем было по 16, по 15 лет. Но я туда уже пошел как бы с мозгами такими, что я хочу вот именно куда-то с креативным что-то было связано. Потому что я думал, я не поступлю на музыкальный. Но так получилось. Я не буду там долго в истории, я поступил на музыкальный, без музыкального образования. И когда я туда поступил, то есть я был рад. И мне хотелось получить знания. Я не скажу, что я какой-то гений музыкальный, что я суперуспеваемый был какой-то. Но то, что мне нужно, я для себя вынес. И то есть ту базу, которую я оттуда забрал, я ее использую, и она мне в жизни очень сильно помогает. То есть я на учебу ходил, мне нравилось. То есть я ходил туда, я сидел, слушал преподавателей, мне нравилось там учиться. То есть я получал от этого кайф. И я знал, что в дальнейшем я хочу с музыкой быть связанным. А у меня, я вообще благодарен своим родителям, которые запихнули меня вот куда только можно было в моем городе. Просто они меня запихивали, а теперь я вообще понимаю то, что если бы они меня туда не пихнули, мне бы было сложнее. Типа сейчас, допустим, тогда меня пихнули на музыкальную школу по фортепиану. Я вообще ненавидел это. Я не понимал, зачем мне это нужно. Я хотел на футбол ходить. Но теперь я понимаю то, что мне сейчас это очень помогает. Мне очень просто. Некоторые люди, которые ко мне подходят, типа там, братан, типа вот нужно это. Ну, мой типок один подходит, говорит, блин, нужно вот сделать бас. Сделай мне бас вот такой. Ну, он мне показывает, как он сделал. Я слышу, что он вообще, типа, не в ноту. Типа, вообще не туда. А он говорит, а ну а как нужно? А я ему даже не могу объяснить, как, типа, нужно. Я просто знаю, что вот, ну вот это вот, типа, стопудово. А не вот так вот. Тупые слова сказал. Ну, то есть, он, о том, что даже если ты, как бы, входит в какое-то образование, которое тебе не нравится, и вообще, ну, процесс получения каких-то знаний не вынесешь для себя того, что тебе... Ну, то есть, нет, вынесешь, но ты, то есть, вот не твое это. То ты хотя бы поймешь то, что ты этим не хочешь заниматься, например. Или ты поймешь то, что ты этим хочешь заниматься. Поэтому мы гоняем, стараемся. По крайней мере, да, карантина так было. Мы старались постоянно на концерты гонять. В общем, мы старались на все концерты гонять, чтобы посмотреть, как делать нужно. А если мы не увидим, как делать нужно, то мы увидим, как делать не нужно. Да, как делать нужно. То есть, вообще, хорошая схема. Единственное, что в конец могу дать совет легкий и маленький, небольшой. Для барабанщиков. Ура. Для, наверное, детей и их родителей, чтобы вы заранее уже думали о том, куда... Ну, расширять границы сознания, понимания. Может быть, уже стоит задуматься в раннем возрасте, чем бы ребенок хотел заняться. Хотя бы спрашивать его, хотя бы работать над этим. Потому что, когда я после 11 класса поступал в универ, я думаю, не знаю, куда мне... Нас заставили отсидеть там. После 9 уже много кто по колледжам разбежался. Нас заставили досидеть 10-11, сказали, это будет лучше, это вот... Ты в универ сразу поступишь, это не шара. Вообще, я только сейчас что догнал. Нас... Мы досидели, а им просто нужен набор, добор, чтобы реализовать 10-11 класс, чтобы все работало. А потом такие, ну вот мы тебе там подскажем. А по итогу ты выходишь и такой, а куда дальше? С красным дипломом девчонки сидят и не понимают, что делать. Такой, вот я закончила. Потому что у нас в общеобразовательных школах, в России, да, вот в основном, в обычных, тебя не учат и с тобой не общаются, с детьми не общаются и не видят в детях каких-то потенциальных уклон чего-то. И не работают с этим, просто тебя сажают, ты там отсидел, все, и выпускают, а дальше как хочешь. Я вообще понял сейчас, что у нас отличный такой провал. Мы же вообще не speak English, и мы просто просираем тону вообще всего. Информации. Да даже по простой музыке, типа, вообще не speak English, поэтому мы слушаем ту музычку чисто так на фоне. А если бы мы знали, ой, я думаю, типа, бомб, все классно. А может быть, наоборот, может быть, ты сейчас проклинал бы и думал, лучше бы я не знал, о чем он поется. Ну, знаешь, это так, что вот про концерты мы ходили, типа, и смотрели. Это, ну, я не спорю, что я, конечно. Я год проработал в школе однажды, ну, вот просто как раз из-за того, что Глеб рассказывал. Вот очень многого я сталкивался, особенно детей маленького достаточно возраста приводили ко мне. Я преподавал гитару, типа, классическую, ну, я эстрадную преподавал. То есть дети не понимают, зачем их туда дали, вот как Глеб как раз говорит, он говорит то, что... Ну, то есть сложно ребенка заинтересовать, я думаю, да, это как-то... Ну, это проблем к тебе, ты не заинтересовал. Меня учитель, знаешь, как заинтересовал? Она меня брала мизинец и вот так вот стучала им по клавишам. Закрывала пианино. Я все понимал. Я все-все, я все знаю, я вот буду играть. Ну, это значит, значит, где-то в глубине души у тебя было. Все равно к этому рвение. Я достаточно, знаешь ли, ну, как умею с детьми находить общий язык, контакт, когда в плане преподавательства, но... То есть вот вообще, вообще не пробиваю. Вот, то есть ты и так пытаешься ребенка заинтересовать, и так нет, нифига. Вот просто родители закинули, ему это даже не нужно, ему он даже музыку не слушает. Вот, ну, а мне это не нужно, но я благодарен тому, что меня запихнули туда. В общем, будьте ответственными. Что-то много мы говорим. Есть, да, есть определенные стремления, мечты, но зачем их разглашать, да, как говорится, если ты о чем-то задумал, ты об этом пока молчишь, ты держишь это в голове, и вот когда это придет, ты можешь с этим поделиться. Вот тогда у меня были какие-то планы, вот, пожалуйста, смотрите, я там чего-то добился. А говорить что-то вот просто так, особенно каких-то в деньгах, ну, и вот. У нас как происходит, мы просто живем, и... Все, заканчивается. Да, и мы просто живем, и все. У нас все нормально, мы кайфуем. Ну, допустим, ну, есть проблемы, но всегда они решались. То есть всегда было решение, абсолютно всегда. И после каждого решения всегда приходило только к лучшему, к лучшему, к лучшему, к лучшему. Даже если у нас в кармане абсолютно ноль. Ведь все, что не делается. Да, у нас все равно получается... Не хотим столько времени уделять этому вопросу. Да, следующий какой-нибудь там. Потому что время – деньги. Ой, про девочек классно. Идеальные отношения. Герман, расскажи, какие для тебя идеальные отношения. Идеальные отношения. Какие бы вот... Или спросите меня об этом летом. Давайте так заговорим. Вы нас летом позовете, и мы вам еще раз сыграем новые песни какие-нибудь, если они будут. Если мы все живы будем. Ты что-то запланировал? У нас к этому времени может быть подтанцовка. Нет, я ничего не понимаю. Нет, просто это личные, наверное, такие вопросы. Которые он не хочет обсуждать. Ты тоже не хочешь обсуждать. Да нет, давай, давай. Вот, пускай, иди, иди, иди. Обсудим, только я же по мальчикам. Какими мне девочкам. Ты будешь мне, пожалуйста, про мальчика? Так, Глеб, какие мальчика тебе нравятся? Нет, ну понимаете, вот он должен быть такой сильный. Вот денег много приносить, ездить на BMW X5. Да, много рот. Сейчас скажи, я Андрей Петров. Не, на самом деле, все хорошо, мне все нравится, мне все устраивает. Идеальные отношения, те отношения, в которых ты счастлив. Все, по-моему, так. Великолепно. В смысле, потому что она не должна быть счастлива. Все должно быть счастлива. Это сейчас, это вырубкает. Эгоист. Которых ты счастлив в том плане, что и я, и ты, и он. Ну типа, вот вы вдвоем должны быть оба счастливы, у вас должно все устраивать. Все, а все в своем похер. Как они происходят, что там, глан, вот что. Ну, это, это, короче, такое. Себе вообще слабое утверждение, я считаю. Иначе сейчас будет просто полтора часа рассуждений. Слабое утверждение о смысле жизни и тлении осеннем. Так что давайте лучше. Ну нет, типа, они тоже люди. Все, типа, мы просто люди, типа. Фишка в том, опять вырвана из контейнера. Опять вырвана, заметь. Нет, просто, типа, как относитесь к девочкам. Хорошо, мне все нравится. Прекрасный пол. Меня все устраивает. Я думаю, вообще все, вообще хорошо. Без них хуже было бы. Идеальная девушка, это не та, типа, на которую, типа, у меня весь акцент переходит, типа, а это та, которая вот так вот, оп, рядышком, и погнали. Вот туда. Типа, если у тебя фокус переходит на девушку, то все, конец. У тебя, ты, значит, становишься зависимым. Зависим от ее настроения, от вот этого всего. Опять же, я просто говорю те слова, которые я вот где-то когда-то слышал, и что-то, типа, все мои, типа, ну, чисто вот, бац, интерес, и все. Чтобы вы понимали, у вас теперь эксклюзив есть, потому что Коля никогда до этого в жизни нигде это не рассказывал. Я потому что я только вчера услышал, и вот где-то у кого-то. Ну, я с тобой согласен, на самом деле, ты, ну, ты очень мудра, в плане того, что, типа, вы должны развиваться обоих. Мы с тобой об этом как-то обсуждали. Да мы много о чем, ну, типа, и об этом много разговаривали. Просто, ну, как бы по опыту скажу, бывает такое, что вот когда, вот, как Колян сказал, переходит акцент, ты начинаешь стопориться, и в развитии начинаешь очень жестко тормозить, и у тебя время начинает тратиться не на те вещи. Исходя из этого вывода, условия какие? Какая такая тогда должна быть девушка, чтобы вы вместе с ней гнали, а, типа, не переходил фокус? Если переходит фокус, то, значит, она суперклассная, если переходит фокус. Нет. Герман идет на репетицию, она ему тащит бас-гитару. Стоп, вы оба говорите. Нет, не так. Я думаю, это от понимания зависит, от того, насколько вы друг друга понимаете, и насколько вы, типа, помимо этого еще понимаете себя, и это очень важно. Если ты, типа, понимаешь то, что ты хочешь развиваться, видишь, куда, в какую сторону человек хочет развиваться, то ты всегда тоже, ты поможешь человеку, человек поможет тебе, и вы вместе будете, как бы, вот эти вот все вещи преодолевать. А не так, что, типа, человек появляется, у него, что сразу там, типа, отношение головного мозга, он начинает, типа, вот, 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 вот девушка, она должна быть в гармонии. Все. Она должна быть в гармонии, чтобы желательно в классической. Да. Мое тело, мое дело. Хочу ногу правую, чтобы больше было. Длиннее она третется. Боюсь, я себе уже слишком ноги увеличила, я теперь кроссовки себе не могу подобрать. Я помню, мне однажды этот друг мой сказал, у него была фраза, это еще я, наверное, в классе в 11 учился, он сказал, твое тело это единственное то, что у тебя, ну то, что тебе дается изначально, как бы, ну когда ты родился, и оно есть, и вот в отношении него ты максимально свободен, это твоя настоящая свобода, то есть поэтому есть такой классный этот тату-мастер Лещов Егор из Питера, я прям очень мне нравится его работать, и у него есть татуха, на которой написано «Мое тело, мое дело», просто он там бьет такие у него интересные эскизы, в общем, подписывайтесь там на него, про только братишку он прописан, по-моему, в инсте, очень классно. Не, он мне ничего не набивал, но пока что, но я надеюсь, я как-нибудь к нему попаду, просто мне, я за ним сижу, наверное, года с 13-го, если нет, но он классный чел, очень своеобразный. Каждый человек вправе, я думаю, делать с собой и своим телом то, что он желает, потому что это только его дело, действительно. Абсолютно да. Что-то там менять, типа, камон, если хочешь, конечно, делай, ты видишь, что вот так вот надо, типа, ты, если ты хочешь спросить у меня советы, спроси, я тебе дам совет, как, ну, какого я мнения, но ты можешь его опять не прислушиваться, типа, да, можешь вообще не спрашивать. Вообще толерантно просто. А в себе что-то изменить? Максимально толерантно. В себе я бы хотел изменить, чтобы я это прямо ходил, вот, но я уже начал этим заниматься, а то я что-то сутулый пацан, что-то не очень прикольно сутулым быть, отжимаясь, типа, каждый день. Действительно, что бы я всех хотел изменить, наверное, я бы себе зрение подправил, чтобы лучше видеть все, а все остальное меня устраивает. Я хочу просто мир видеть нормально, как раньше, как раньше. Ходишь в линзах, я хожу в линзах вообще. А я могу прям все о них купить, пойти. Ну, все. Я ничего не хочу исправлять, мне все устраивает. А, ну, вообще, ну, это со временем, может быть, отрастить волосы. Все, вот и все. Это и так будет. Кому? А, ты, видимо, шаришь. Гречит. А потом я психану и побреюсь на 5 сантиметров, короче. Это будет, наверное, очень серьезный шаг в моей жизни. Поизменю свою внешность. Так, три вещи, которые раздражают. Сначала, блин, я только что придумала, но... Не знаю, меня раздражает очень сильно головная боль, очень сильно раздражает, прям бесят. Дещи, которые раздражают, ты и ненавидишь. Лицемерие в людях, и вообще лицемеры. Реклама про мегафон Шарлотт, которая меня в ютубе. И, значит, еще, блин, люди, которые метро медленно ходят. Брят, когда как-нибудь держитесь, пожалуйста. Вырвался Герман наружу. Теперь он и матерится, и ненавидит, и улыбается. Потому что это я из мяса и крови. Из полотеней. Я вообще ничего не могу вспомнить, ничего не могу придумать. Что мне нравится, это суп из батата. Крем-суп из батата. Мне очень нравится. Люблю делать его и кормить тех, кто в доме. Мне очень сильно... Но ты забыл то, что... Электрическая щетка супная. Вот. Это вообще очень... Это прогресс вообще будущего просто. Мне нравится жить на планете Земля. На планете Земля. А, э, да, ноль один. Что-нибудь попроще. Шашки-шашки. Да. Нравится играть в шахматы. Но я не умею играть в шахматы. Что я еще не могу терпеть? Ну, кстати, очень это... Близко к теме метро. Пожалуйста, держитесь в ряд. К нам в Москву ехали. И не могут в метро нормально ходить. Сам приехал. Я нет. А еще меня раздражает очень сильно тратить время на дорогу. Не люблю тратить деньги на дорогу. Тратить деньги на дорогу... Не так страшно, как тратить время на дорогу. Не так страшно, как время, да. А время – деньги. Поэтому... Фоталый рок. 20 лет – это нам будет плюс-минус за 40. Плюс, чувак. Не минус. Фоталый класс так сказать. Плюс-минус за... Ну, типа, да. Ну, там, в промежутке от 40 до 50. Сейчас надо что-то такое прям подумать серьезно. Это очень серьезный вопрос. Ведь все, что ты планируешь и думаешь, мысли посылаешь, все материализуется. Поэтому Глеб, великий барабанщик, ну, в других глазах. В наших глазах он обычный Глеб, который долбит по банкам там. А в других глазах великий барабанщик, обеспеченный человек, чье слово будет законом, сразу написано. Ну, нет. Президент барабанщиков. Нет, сейчас это вы уже. Каждое слово законы. Барабанный президент. Между прочим, тонко застает. Президент, у которого за спиной плюс-минус 5 своих интересных бизнеса, которые приносят ему пассивный доход. Про Германа, типа, я считаю, скорее всего... Ну, я шутку можно пошучу? Ну, что ж материализует, х**. Шути, конечно. Типа, типа, два метра над землей, под землей, вот, гробик, и мы просто уходим к нему, дарим ему цветы и говорим, блин, Герман, своей семье мы перевели просто много бабла. Не парься. Но никто не знает, что у меня нет семьи. Вот. Мы просто друг к другу переводим. Потому что пацаны моя семья. А себя я вижу вот что-то где-то между вот этим и вот этим вот человеком. И все. Да нет, это же самораспространенная моя шутка о том, что я... Да, это чисто я его... Это вы еще далеко куда-то слишком посмотрели, как бы. Там уже, возможно, там уже еще кто-нибудь откинется, там не только... Там еще кто-нибудь с рядышком будет лежать. Да-да-да. В концерт 18 апреля. Все, да. Известие холл. Москва. 18 или 16? Блин, изготовленная фраза. 18 апреля. Известие холл. Концерт групп космонавтов нет. Не пропусти. Или лох. Будешь. Да. Я думаю, вообще все грамотно сказал пацан. Самое главное в жизни — это гармония во всем. Что-нибудь скажешь? Самое главное в жизни — не забывать слушать наши песни. Хорош. Это последнее смонтируете, да? Самое главное в жизни... Интервью Глебу в составе нашей группы. Чтобы у тебя была хотелка. Вот, типа, если ты хочешь, то все, значит, типа, все классно. Не хочешь — вот это плохо. Если стремлений нет, то печаль всегда. Да, чтобы хотелось. Что ты делаешь? Все. Субтитры сделал DimaTorzok